Друзья, всем привет! Здравствуйте, товарищи! Я вас поздравляю, мы наконец-таки достигли того уровня, когда Ладу, Весту вместе с Вахтангом наконец-таки можно полноценно сравнивать с китайцами без каких бы то ни было скидок Эти тачки стоят похожих денег Мне кажется, вот эти две машины олицетворяют наш автомобильный рынок Так и есть, конечно То есть можно купить отечный автомобиль, Ладу Ну, собственно, Лады это абсолютный лидер рынка Если взять Черри вместе с его суббрендами, с Амодой, с Эксидом, с Джейку, то они занимают второе место, ну, либо, может быть, даже по совокупу потянут на первое Вот они на двоих контролируют больше половины рынка Да, и тем не менее, если вдруг захотелось иномарочку, то, пожалуйте, китайский автомобиль Не важно, это Черри, будет какой-то другой суббренд, суббренда, но это будет китайский, либо наш отечественный автомобиль И вот, что хочешь спросить у других зрителей Все же помнят, как «Жигули» был каким-то оплотом чего-то прям, какой-то крутизный, да, трешка Это были советские годы Да, на которые ездили все это вот болтата Ну, подожди, об этом сочиняли песни, да «Лада, седан, баклажан», «Твоя вишневая девяточка», да Про «Весту» песни, «Веста, Веста, ты куда ушла?» Не знаю, вот, выше и в горы, ниже приори, вот это все И в какой-то момент все равно вдруг стало такое отношение, типа, а, у него там «Лада» И когда это произошло? Когда иномарки победили Вот, ваши иномарки вытеснили из российских сердец «Ладью» И, собственно, у нас наконец-таки «Лада Веста» с двумя педалями Здесь вариатор, и по слухам он похож на то, что использует Черри И, конечно же, по идее, Черри Тига 4 у нас должен был быть в более простой комплектации Без таких пафосных колес и с обычным атмосферным мотором Но добыть такую машину мы не смогли И поэтому этот топчик с турбоком Специально для вас свидетели чугунных блоков У нас же «Лада» с чугунным мотором И Черри, собственно, полтора литра и турбо, и атмосфера, у них же чугунный блок Так что, ну, я надеюсь, что мы говорим о двух достаточно надежных автомобилях И что касается цен Что касаемо цен, мне классно, что «Ладу» уже не назвать дешевой Вот эти все разговоры, а дешевая тачка у себя, нифига не дешевая Она стоит 2,3 миллиона рублей Вот в самый полный Ну, 2,200, давай так Да, 2,200, но, тем не менее, это за 2 Когда-то они стоили там меньше миллиона рублей, как, собственно, и ваши Но у меня за это есть черная крыша, черные зеркала А, кстати, когда-то, как мы помним, все же, наверное, помнят, что неокрашенные зеркала Это был признак дешевой версии Да, это топовый топ Черри по прайс-листу стоит 2,600, но сейчас со всеми скидками машину 23 года выпуска Вот такую жирную можно попытаться выторговать, сдав в трейды на свою старую почку И оформив кредит на вторую почку, можно взять за 2 Так что в среднем, наверное, 2,3 как раз и будет Но купить мало, важную обслужию Мы знаем историю, когда люди икогены за 600 тысяч покупают И что с ними делают, потом непонятно Льют масло ведрами Льют масло ведрами и льют бензин цистернами Да, и покупают бэушные колеса Именно, зимние навсегда Поэтому нужно еще, мне кажется, смотреть на машину в купе или в скупе, как правильно, уж поправьте меня Да, а что касается стоимости содержания Вы уже прекрасно знаете, что выгодные цены на ТО можно найти на сайте автоспот.ру И заходя на этот сайт, я ожидал, что Лада в любом случае будет дешевле в обслуживании, чем Черри Но неа, в Москве и Санкт-Петербурге количество дилеров Черри сейчас больше, чем Лады И конкуренция между ними жесточайшая И поэтому они предлагают, ну просто невероятные условия Официальная цена первого ТО и на Ладу, и на Черри порядка 25 тысяч рублей Знаешь, какие предложения на автоспоте я нашел? Боюсь предложить Если мы говорим про московскую область, например, Коломну или Зеленоград, то ТО на Ладе можно сделать за 10-11 тысяч Если мы говорим про Москву, то 12-13 тысяч и на Ладу, и на Черри Но есть нюанс, ничья здесь, Игорь, не получится, потому что при равной стоимости обслуживания, да, цене, у меня интервал больше, у меня 15 тысяч километров У тебя 10, будешь ездить каждый полтора месяца Да, и на самом-то деле, ну вот, я считаю, что интервал 15 тысяч, он нормальный Ну, собственно, раз Лада его дает, конечно, ездить на ТО каждые 10 тысяч километров Мне, как человеку, который проезжает в месяц от 5 до 8 тысяч, это прям жестко Поэтому интервал 15, это не только вопрос экономии денег, это еще и вопрос удобства Да, вот купи я себе такую тачку, если я буду ездить только на ней одной То тут у меня будет ТО каждые 2 месяца, ну может быть 3 А здесь каждые полтора месяца У тебя навигатор потом подумает, что они же определяют место работы и место дома У тебя автоматически пропишут работу или дом там вместо кого Так что до начала теста, мне кажется, будет честным, если Ладе уйдет суммарно 1 балл 0,5 за цену и еще 0,5 за удобство эксплуатации Победа-то в двух номинациях, что ценно Пусть балл 1, а номинации 2 мы взяли Да, а теперь мы будем выяснять, какой из этих автомобилей на самом деле лучше А сейчас у нас будут параллельные старты Вот это вот все Вактанг Включай спорт режим, который у тебя есть, у меня вот нет такого Давай для начала в эко Я боюсь, что даже так я от тебя уйду Давай 3, 2, 1, пошли Танк даже смог чуть-чуть вырваться вперед Я слышу очень странный цокот Но дальше Я бы мог подумать, что это клапана Но видишь, так как я стартовал в эко режиме Сначала ты чуть-чуть смог вырваться вперед Но это именно особенность эко Если бы я выбрал нормал или спорт, я уверен, что мы бы ушли еще дальше Но даже так, естественно, там постепенно Черри, ну, уйдет Ну, по-любому Тут разница вроде бы не так велика 122 лошади, 147, 25 лошадок Учитывая, что у меня и колеса тяжелее И сама по себе машина более крупная и более оснащенная Вот, плюс Женя, все это могло бы дать тебе хоть какой-то призрачный шанс Но нет Против турбо нет приема, как говорится А сейчас разгон до сотни И очевидно, что турбовый Тига порвет Ладу Собственно, без варианта Но, если бы у нас был атмосферный Черри У которого полтора литра и 113 лошадиных сил То он ехал бы на 2 секунды медленнее, чем обещает Лада Все-таки более крупный автомобиль Хуже аэродинамика, очевидно, чем у Весты Ну и отсюда, собственно, страдает разгон Но сейчас у меня обещано 9,7 до сотни Пробег 3000 километров Потому что машина вполне себе обкатанная Спорт режим Мешаный спортивный режим Погнали Без букса Коробка пытается что-то имитировать 9,7 Все как обещали 4,5 до 60 9,7 до сотки Я бы сказал, что это хороший результат Ее нельзя назвать какой-то приятной, драйверской Это все не про Черри Тига 4 Но при этом из 10 секунд она честно едет Ну что, товарищи зрители Тачка обкатана уже 2600 пробег Спорт режима нет Экорежима тоже нет Заявлено 12,7 Ну, что ж, попробуем Как это покажет Она очень классно едет Прям очень сбитый, плотный едет Как капотник Эво-мотор 1,8 У нас 122 силы Но что-то никак Вот Кстати, по спидагу Между прочим, я обратил внимание Было уже 110 В тот момент, когда Устройство Отпищало 12,0 Ну вот, превзошла Данные свои на 0,7 Молодец Месточка Лахтанг Ну, ты чувствуешь себя в тачке За два с лишним миллиона? Ну, если не думать о деньгах Я чувствую себя в сбалансированном Достаточном автомобиле В котором есть определенная доля Комфорта Уюта Тут очень, очень тихо здесь Надо отметить Что тут довольно хорошая Шумоизоляция у Весты Я едва слышу мотор Практически не слышу ничего Ну, а салон такой Знаешь, ну, как я говорил Достаточно Тут мягкая панель Софт-тач Приятный Вот этот вот Какая-то фактурный Пластик в отделке Немножко лака Кожзам Да и, в общем Из главного Вот этот Монитор Оснащенный Яндексом И не надо ничего подключать Прошивать Тут встроенный Яндекс Модем Мне нравится, что у Весты Можно вывести Навигацию На панель приборов Это реально круто Но, наверное, это то немного Ну и да По шумке По шумке Лада очень хороша Особенно, если рассматривать Обычную машину Не кроссу Которая поуже колеса Прямо реально тишина Вот на родительской Весте Зимой на шипах Было тише Чем в моей джекте Без шипов Зимой Это прямо ощутимо Но на этом Я боюсь, что плюсы Весты Заканчиваются Ну, я как технический Старовер Отмечу Наличие Аналоговых Крутилок Что, в общем, важно И Достаточно понятное Управление Опциями на руле Вот этот мультируль Он прям в прямом смысле Тебе и круиз И управление Медийкой И управление Бортовыми Опциями Все это В общем Тут есть На кнопки вынесены Отключение Парктроника Включение Мультимедиа Громкости Но все эти вещи Которым сложно Перестроиться Наверное Тем, кто Несколько Постарше Подогрев сидений Вот здесь Кнопками И очень классно Сделана Приборная панель Она не аналоговая Но тут Есть нормальные Два колодца Стрелки Пусть электронные Но привычные Глазу А, Вахтанг Я хотел спросить У тебя климат-контроль Раздельный Или одиночный У меня есть Кнопка АС И мне этого достаточно Она делает Уравнивает всех В одну температуру Ну и, например Вот сейчас Когда на улице Плюс 15 Ты будешь Ее постоянно Подкручивать Солнышко вышло Салон нагревается Ты убавляешь Печку Солнышко зашло Подул ветерок И ты прибавляешь Печечку И вот это вот все Да? Ну, по крайней мере Будет ощущение Контроля Какого-то процесса Можем управлять Температурой Вот ты вот скажи мне В твоем нежном Кожзамовом салоне Как ты будешь Возить какие-то вещи Детей И все прочее Учитывая, что Вот этот кожзам Он очень легко обдирается Здесь-то у меня Дубовый Но практичный пластик Ну, я, видимо Буду перед тем Как сажать детей в салон Я буду заранее Постригать им Ногти Потому что Спереди у меня На дверях Мягкий пластик Сверху вот подлокотничек У меня мягкий В отличие от твоего Передняя панель у меня Естественно тоже мягкая У меня два цифровых экрана Я могу вывести классические кругляши Могу нет И у меня есть Андроид авто И у меня точно так же На переднюю панель Выводится навигатор Окей, он менее удобен Чем вертикальный экран С этим я согласен Но в остальном Слушай, ну адаптивный круиз-контроль Слежение за дорожной разметкой Вот это вот Все машина может ехать сама Точно так же, как у тебя Обогрев лобового стекла Обогрев руля Обогрев сидений Все это у меня есть И при этом у меня нет Вот обычного Вот этого полированного пластика У меня пластик такой Серенький, более практичный Ну я соглашусь с тем Что практичный Серенький пластик Вот этот шлифованный Он попрактичнее Зато у меня Есть некая атмосфера Торжественности За счет этого лака Хромированных вставочек А дверные карты Я, наверное, не раз это говорил Скажу еще раз Это прям отсылка BMW в 39 кузове К легендарной пятерке Двери красивые сделаны Удобные Я согласен Кстати, есть ли у тебя Амбиентная подсветка Вахтанг? Нежели цветаста Нечего начинать Вот-вот И вот, собственно Электропривод Складывания зеркал У меня есть, конечно Электропривод Складывания зеркал С подогревом Нет, есть просто Электропривод Без складывания А что касаемо Крульз-контроль Про который ты Нахваливал У меня он тоже есть Но благо не адаптивный Неблага, к сожалению Но есть Лимитатор скорости Есть подогрев руля В удобном месте Руль с перфорацией Система кругового обзора Ну, если разработать Ширины мышцы И крутить головой Интенсивно То я вот вижу тебя Сзади Функция Автохолд У меня есть ручник Ну и в целом Ты знаешь При всей моей любви Квесте Ну, собственно Моя любовь к Квесте Она оценивается Почти в полтора миллиона рублей Которые я отдал За Весту для родителей Она тесновато Все-таки Здесь стойки Не так сильно завалены Крыша повыше То есть Этот автомобиль Он изначально Был создан Как кроссовер И как более современный Кроссовер Нежели Лада Веста В ней больше ширины Вот этот высоченный Центральный тоннель Он и шире И он, в общем-то Поудобнее Как-то попрактичнее И под ним Еще есть ниша Ну, мне как раз Классно, что у меня нет Этой ниши Под туннелем Какая-то Я называю ее полка-забывайка Которая точно Кто-то что-то забудет И в нее нет смысла Ничего класть Потому что оно будет там Обречено Но, согласись По оснащению Черри Прям сильно побогаче Даже если взять Вот самую простую машину Даже она Будет побогаче Поприятнее, чем Веста Совершенно верно Но, если ты вспомнишь Как сделаны гоночные автомобили Они же корчи В них нет ничего Но в них главное Это ехать Вот здесь такая же история Тут нет Минимум Вот этих всех Финтиглюшек Но тачка классно едет И вот для поездок Она хороша Ну, я бы Вот прям К ярким плюсам Отнес бы, конечно же Ну, действительно Чувство руля Приятное Хорошие Шумоизоляции Вот это все Но Я не знаю Вахтанг Вот на твой вкус Ну, максимум того Что я готов тебе отдать Это полбала При том, что Черри Получит полновесный бал Я думаю Что, наверное Полбала Ну, за всю эту красоту Потому что Есть важный нюанс Когда я ездил В Черри Ну, возможно Это особенности Мои вестибулярки Но я общался С С товарищами В ней укачивает Вот из нее Хочется выйти Поскорее То ли это сочетание Полторашки с роботом То ли Ну, не знаю Что им Настройки подвески Ну, она прям Она ездит рывками И это очень неприятно Очень валкая И вот эта вся красота Она меркнет Веста В данном случае Едет как Ну, как плита И это кайфно Хорошо Полбала тебе Полновесный балл Черри И сейчас мы поговорим О динамике Заявленный дорожный просвет У Веста 203 миллиметра Но губа переднего бампера Низковата Вот от покрышки Буквально пара-тройка сантиметров Напомню Высота покрышки Ровно 200 миллиметров Машина у нас Абсолютно штатная С тоненьким Стальным пыльником Пробуем Контакт был Покрышка точно уехала Но не особо далеко Мне кажется До рестайлинга Весты спокойно проходили Нашу покрышку Сейчас, как видите Цепляет Но посмотрим Как пройдет Черри У него Заявленный клиренс 19 сантиметров У Черри Кромка бампера Заметно выше Но здесь же рядом Установлен Радар Адаптивного Круиз-контроля Так что Вот я бы не полагался На низкий бампер Потому что Грохнуть радар Это дорого Защита двигателя У нас Не штатная Стальная Но мне кажется Для кроссовера Это нормально Пробуем Контакт был Но покрышка Осталась На месте Вот я не знаю Я считаю Что в данной ситуации Это скорее ничья Потому что У Черри Защита нестандартная И она более плоская На Ладу Если вы поставите Стальную защиту Она точно так же Царапнет При этом На бумаге Веста должна была бы Проходить Но не проходит Поэтому Мне кажется По нулям Вот что одному Автомили Что другому Вахтанг Вот смотри По длине колесной базы Черри Короче Чем Лада Ну на немножечко На 2,5 см Но ты посмотри Места для ног Не экстра много Но хватает Есть Воздуховодики Есть Подогрев заднего дивана Это не Лада Который Сделан Для российских Суровых условий Эксплуатации А какой-то Китай Но при этом Подогрев сидений Есть USB Воздуховод Что отображает Какие дамы Ничего Он не отображает Да А над головой 4 пальца Заметил У тебя специальная крыша Опущена Да Ну потому что Есть люк Для лючка Да Если люка нет Соответственно У тебя сдвоенный Подсветка Чтобы Поброниться Ну давай Смотри Ну неплохо И ширина Есть И шинера Есть Приятные вставки То же самое Не регулируется О ну-ка Как у тебя Диван гульнул Не-не Я просто попробовал Спинку отрегулировать Я думал Это прогибается В китайском автомобиле Ваша китайщина Да Салончик Из дермантина Ну Нет Я признаю Что он очень уютный Вот эти вот Бело-голубые вставки Фактурный Какой-то Пластик Ручки Подалюминиевый Находиться Приятно Но сверху Жестко Та же как и Владе Пойдем Посмотрим Для любимых Нами с тобой Когтистых баб Да Для любимых Тобою Когтистых баб Да Пойдем Посмотрим Влада Но Мне кажется Вот в чере Хорошо же Хорошо А там По-настоящему Вахтар Игорь Обрати внимание На сколько у меня Практичный салон Немножко подниму Подлокотник Подголовник Да Давай Что в нем Практичный Смотри Какие антивандальные Панели Дверные Наверное Кажет Тоже жесткие Но тоже есть Ни одна Когтистая баба Не реализует Свои помыслы Для коленок Здесь Вот для детей В сапожках И в туфлях Все в пластике Жестком Кожу не подерет Я хотел спросить Так А где Подлокотник Ну есть Подголовник Окей Голова Октя Подогрев Задних сидений Ну если Поешь Плохой еды То ты будешь Подогревать Себя сам Есть у меня Есть бишечка Здесь смотри Вот здесь Воздуховой Где Есть Секлоподъемник Можно открыть окно Задует Зимой Теплым воздухом Да Место для ног Ну наверное Примерно столько же Но при желании Спинку можно продавить Вот И заодно Сделать массаж Водителю Над головой Поменьше Место Здесь Наверное Три пальца Обрати внимание Какая камерность В этом салоне Ты видишь Чёрный Тебе прям Укутано Чёрный потолок Надежно Закреплен Смотри Сколько Пистонов Но вместо того Некоторые ковыряют ногти А некоторые Могут ехать Ковырять пистон Если сильно волнуются Зато Эти прекрасные Оранжевые вставки Задают летнее настроение Тряпочкой протёр Всё Чистенько стало Ну вот он прям Понятно Что и в чере Тоже дерматин Но здесь Мне кажется Он ещё дешевле Согласись Ну он Попроще Попроще Дешевле Будет ремонт делать Если что Вдруг кто-то подерёт Вахтан Вот как ты думаешь Кто победил Ну я думаю Что По месту Скорее всего Можно дать ничью Потому что Оно примерно Одинаково Укороченной Фаланги Ну наверное Разве что У Веста крыша Она более За сами стойки А не крыша Поуже Ну можно вот так Ехать В голове Но по какой-то Инфраструктуре Мне кажется Вот Подогревы Вентиляции Подлокотники Я думаю Что там Поприличнее Ну думаю На полбала Это можно Ну вот Даже если Возьмёте Базовый Черри В нём Будет Подогрев Задних сидений И будут Воздуховодники В отличии От Лады Веста Мне кажется Честно Будет Полбала В пользу Черри Ну делали Ладно Соглашусь А сейчас Пара слов Про багажники И на бумаге У меня багажник 340 литров А у тебя У меня 480 Да 140 литров Разницы Я вижу У Черри Вот в части багажника Всего Один плюс Когда я подхожу С сумками Система Бесключевого Доступа Срабатывает И я могу Вот так вот Мизинчиком Дотянуться Нажать И вот так вот Поднять Какая силища должна быть Мизинчики Сила мизинцев имеется Грянки рвёшь Как Грюс хлебников Тебе придётся Поставить сумки В грязь Достать ключ Из кармана Вот это вот Всё Но сам багажник Он действительно Не очень большой Вот смотри Вот коврик Он здесь Лежит идеально Вот прям по форме Да у него Вот эти выступы Потому что у меня Здесь выпирающие элементы Укладывай У меня Как мы выяснили 480 Но оно обусловлено тем Что у меня Игорь Универсал А не хэтчбэк Подлифтованный Твой коврик Ложится Просто как Пицца в печь Туда улетает Смотри Он лежит Да Даже в топовой комплектации Лада Никак не может Вернуть сюда Вот этот хитроумный Органайзер Но обещает Что когда-нибудь Он появится Но зато Больше места Больше погрузочное пространство Просто ровный квадрат Ну вот Если бы не вот эти выступы Было бы вообще Все идеально Но этот выступ Обеспечивает нам Здесь нишу Под хранение Каких-то Жидкостей Даже крепилка Есть Которая Чтобы она не болталась Сеточка Смотрите Какие крючки Тут Под сетку Да Подсветка С двух сторон И справа И слева У меня Все это Попроще Отделано Тебя Собственной головой Затянишь Все пространство Да И Смотри В самом верхнем положении Я Упираюсь Ну Я не упираюсь В никаком положении Даже если могу У него же припустить И Под полом У меня Узенькая докатка Собственно И все Как бы вроде бы нормально Китайцы нас приучили К тому что Докатка И оранжевая штука Какая-то Да И запасной пистон Китайцам Не жалко пистонов У меня и не докатка И не полноразмер Фокус-фокус Телепокус У меня полноразмерное колесо Но не для Кросс-версии 185-й Ширины Но в целом Колесо Органайзер Как вот тут увидишь Тоже для барахла Разных Рыбы запускать Да, но и К сожалению Для меня Здесь намного больше Шумоизоляции Смотри, вот раз Чулочно-насточная Фабрика Везде Вот собственно По шумке Лада Действительно Получше И вот все Я считаю Что балл мой По праву И за высоту тоже Буду мерить пальцами Ну мне крыть нечем Балл уходит Ладе Закрою Для начала Мы решили Пустить Черри Хотя мы предполагаем Что За счет ESP Он потенциально Более проходил Но в то же время Машина сама Потяжелее И резина Китайская Я выключил ESP Вроде бы Гребет машинка Хорошо Но Впереди У нас там Достаточно Крутой спуск Из которого Выход только один Вверх Вот И мы решили Что вот Мы хотим Это проверить Но до спуска Я еще даже Не доехал Даже Здесь Вот Небольшую Лужицу Я преодолел С большим трудом На самом-то деле Еще один Приятный Бонус Черри Это то Что двери Полностью Закрывают Пороги В отличие От Весты Там Собственно Чувствуется Что это По сути Своя Легковая Автомобиль Даже Приподнятый Даже В пластиковом Обвесе Но это Просто Вот Легковушка Здесь Это Изначально Кроссовер И Вот Здесь Вот Мне очень Кстати Будет Система Кругового Обзора С фронтальной Камеры Потому что Впереди Какие-то Тянищи И Я Пасаюсь Впереди Понятно Что надо Было Больше Хода Вот это Вот Все Но Я Постараюсь Нежно И вот Здесь Я Спустился В колею И Собственно То Что Принципиально Отличает Черри Например От Джили Я могу Включить Систему Стабилизации В отличие От Лады И Ничего Не Происходит Она Перебрасывает Момент С колеса На колесо Но Не едет Потому что Надо Все-таки Буксовать Я Выключаю Систему Стабилизации Еду Как На Ладе Хорошо Настроенная Электроника Это Та Которая Не Отрубает Газ Но При Этом Вот Когда Я Выключил ЕСП Она Все-таки Еще Пытается Мне Хоть Чуть Помочь Я Выпрыгнул Из Клеи Еще Сюда Чувствую Себя Немножко Беспомощным Я Не Знаю Как Вы Ездили На Девятках То Ли Резина Стояла В Ли 5 Вот Есть Какое Движение Вот Да И То Оно Заодно Интересно Проверить Какова Устойчивость Коробки Перегрева Пошла Пошла Радимая Стоп 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 Блин Загреб Так высоко Как смог Загрести Посмотрим Куда Заедет Лада Но мне Кажется Ниже Поеду Буду Снимать Что-то С руки У меня Конечно Не девятка Но машина Близкая По двух Поэтому Будем Сравнивать С канонической Девяткой На которой Любые Ботанчики Могли Пройти В общем Я проехал Вообще Без какого-то Труда Сейчас у тебя Все самое Интересное Будет Впереди Вархан Какой Интересный Гул Из-под Колес Превышение Допустимой Скорость Очень классно Превышение Допустимой Скорости А я И не еду Никуда У Микаша В данном Случае Отсутствие ESP Оно Только На пользу Потому что Никакая Умная Электроника Нафиг Не отсечет Газ Согласно Спидометру Я еду Со скоростью 40 Есть Ощущение Что Автомобиль Застрял Вахтанг Игорь Смотри Я проехал Ну наверное Метра на 4 Но все-таки Подальше тебя Что у тебя есть Сказать Своё оправдание А мне туда Не надо Прямо Пикник Пикник На обочине Грязевые Ванны Все как Полагается Я посижу Можно попробовать Тросом Выцепиться Или толкать Я прошу Занести В протокол Что я Берегу Униформу Авто МПС И зная Что сейчас Вахтанг Меня 100% Испачкает Я надеваю Курту Которую Не жалко Фор какой Почти Не хотел Вас пачкать Друзья Мне кажется Это не всего Счастье Было Недолгим Прямо Порезче Назад Ну я наверное Тут и останусь Где по суше Более менее Мне неловко Что я Ребят Забросал Грязью Но кто-то Должен был Нажимать на газ С тупым лицом И этим Нажимателем Был я Ну что Вахтанг Кто сегодня Танцевать будет Танцевать будет Сегодня Не знаю Кто И вы Некому Потому что Нет повода Неважно К чему Я все это В общем Если определить Какая из машин Лучше То тут История Неоднозначная С одной стороны Вроде бы Понятно Тут у тебя Иномарка Тут у тебя Лада И вот Вроде Иномарка Покомфортнее Поприятнее Но есть Но Говорить Про распределение Баллов То мы Получили Ничью Но Это С учетом Преимущества Лады За более Низкую Цену Так что Если Вот Из нашего Общего теста Выбросить Цену Если вам Хватает денег На более Дорогой Черри То он Как автомобиль Естественно Лучше Он побогаче Оснащен У него Побольше Электроники В первую очередь Есть чему Ломаться В первую очередь Да И еще Один Важный Момент На который Хотелось бы Обратить Ваше Внимание Ведь Традиционно Как-то В народе Считается Что Вариатор Это Какая-то Недокоробка Ну так Принято И считать Это Популярное Мнение Которые Люди Транслируют Взяв Друг У друга Но Практически Вроде И для Города Вариатор Не подходит И для Трассы Вариатор Не подходит А уж Если Ты Не дай Бог Сунулся В грязь На Вариаторе Тебя Обвиняют В прокладке Между рулем И сидением Да И вызывает Трактор Сразу С вертолетом Но Как выяснилось Джиперов Да Мы бы Может быть И не забрались Так далеко Мат Вилл Сын Так что Друзья Самый главный Вопрос К вам Какой Из этих Двух Автомобилей Выберете Вы Чуть Более Дорогой Более Богатый Ну Где-то Со своими Нюансами Черри Тигр 4 Про Либо Более Понятную Более Привычную Родненькую Нашу С вами Ладу Нет Ну Я на самом деле В силу Какой-то Маргинальности Ментальный Наверное Был бы Взял Близ Мне Прям Нравится Ее Какая-то Одновременно Простота И Какая-то Архаичность Вот Не знаю В моей Голове Вот Внутри Меня Лада По-прежнему Не стоит 2 миллиона Рублей Я По-прежнему Готов Рассматривать Там Более Простой Не Кросс Без Экранов Но За полтора Максимум Миллион Семьсот Ну Либо Все-таки Системой Стабилизации С шестью Подушками Безопасности Вот Со всей Этой Электроникой Своё мнение Оставляйте Пожалуйста В комментариях Ну И не забывайте Про наш Дзен канал Где больше фотографий Больше текстов Есть Телеграм Канал Авто МПС Где Сверх Автономильные Новости Поспевают Как Горячие Пирожки В школьной Столовой Спасибо Что провели Этот весенний Почти Майский День С нами До новых встреч Когда Все подсохнет Увидимся Пакетики